Hi there, it's English with Peter. Обязательно, если вы не видели, посмотрите этот фильм на английском языке. И даже если видели на русском, пересмотрите на английском языке. Если вы недавно присоединились, друзья, к этому каналу, или вы нашли это видео в рекомендациях, что мы здесь делаем? Мы здесь изучаем английский язык с помощью просмотров разного контента. Фильмы, сериалы, мультфильмы, видео, интервью и прочее. Смотрим без субтитров, но у меня есть отдельный файл с субтитрами, где мы, друзья, сверяемся, если нам тяжело понять на слух. Привыкайте, друзья, к этому, привыкайте, отвыкайте от субтитров, которые идут непосредственно в видео. Это костыль, наркотик, от которого фактически невозможно потом избавиться. Изучаем, мы добавляем интересные фразы в карточки, и после этого эти карточки вы можете скачать у меня на сайте внизу в описании. Во время урока произносите вслух, потому что суть моего метода, моего способа изучения языка заключается в том, чтобы вы запоминали готовые фразы и конструкции, произносили их вслух и могли их услышать на слух. Друзья, перед тем, как начнем, буду крайне признателен за ваши лайки, подписки, ставьте колокольчик и комментируйте. Большой объем комментариев, и если вы будете share, делиться этим видео, это поможет в продвижении этого видео. Даже если вам нечего в комментариях оставить, просто напишите слово или фразу, которая была новая для вас, интересная. Просто напишите его, плюс перевод, или использовать все, что угодно, друзья. Это не составит, это не займет у вас больше 10-15 секунд. Но для меня, если много из вас это сделает, для меня это будет гигантская помощь. Плюс ко всему, друзья, не забывайте про материальную поддержку, спонсирование каждого этого видеоурока, который я делаю специально для вас. И как, друзья, уже повелось, without further ado, без лишней церемонии, let's jump right into this lesson, давайте прыгнем в этот урок, и давайте начнем смотреть это диалог. Поехали! Зак говорит То есть смотрите На что потом Роберт сказал Это мой настоящий друг Дальше Услышали? Но на самом деле это Глядите в субтитрах, смотрите Видите? Вот это вот Это То есть это Он пришел Подобрать меня, то есть забрать меня Пикап, забрать Слушайте All the way from Dallas Слушайте Как переводится All the way Из самого Далласа То есть Вся дорога от Далласа Дословно, а по-русски это Из самого Далласа All the way from Dallas Берите, друзья, на вооружение Эту фразу в конце урока Я с вас спрошу Помните ли вы All the way from Dallas Допустим He has come Он пришел из самой Индии Приехал He has come all the way from India Из самой Из самого Далласа Слушаем He's come to pick me up All the way from Dallas Oh good, shotgun Nope Слушайте еще раз All good, shotgun Nope All good, shotgun Nope Если вы, друзья, лицо мужского пола Вы знаете, что такое shotgun Shotgun Это дробовик Shotgun Но Смотрите Какое здесь отношение имеет дробовик Огнестрельное оружие К этому Видеоотрывку Oh good, shotgun Nope Эту фразу мы уже разбирали на моем канале И если вы, друзья, со мной уже давненько Stick around for a long time You know Вы знаете, что Shotgun Shotgun Это Переднее пассажирское место Когда Несколько человек едет в машине И вы хотите, типа Забронировать Переднее пассажирское место Вы говорите Oh good, shotgun Shotgun Смотрите Сейчас у вас наверху В верхнем правом углу Появится такая ссылочка На видео Где мы разбирали фразу Shotgun По-моему, у меня это в каратышах есть Shotgun Или сейчас После этого сигнала Если я не поленюсь Я вам найду Пару отрывочков Со словом Shotgun Because I called shotgun Remember Because I called shotgun Remember Итак, от чего Если вам интересно Откуда растут ноги У слова shotgun Раньше В древних временах Когда только Америка Зарождалась Оружие Преступность И когда колесница С лошадьми Ехала Помимо самого извозчика Рядом должен был сидеть Человек Который с дробовиком Ну вот с этим оружием Защищал Эту повозку От нападений Ага То есть Человек Сидящий рядом с водителем Держащий Shotgun Дробовик От этого и пошло Это слово Shotgun Поэтому, друзья Переднее сидение Shotgun Еще раз Слушаем All the way from Dallas Oh good Shotgun Nope Not us Говорит Не нас Помните Роберт сказал He has come to pick me up Да И потом он говорит Не нас А меня Not us Just me Not us Говорит Не нас Только лишь меня Not us Just me We're done We're done Ага Еще одна классная фраза We're done We're done Но это по-английски We are done Слушайте We're done Что такое We're done We are done Doody done Когда, допустим, вы говорите Между нами все кончено We're done Это касается всего чего угодно И отношений И женитьбы И бизнеса И работы И дружбы We're done Когда вы хотите сказать Типа все Прошла любовь Завяли помидоры Сандалии жмут И нам уже не по пути Или когда это дело касается бизнеса We're done Типа все Все С меня хватит Между нами все We're done Да, друзья Это видео 18+, поэтому Если нас смотрят дети И родители с детьми Пожалуйста Имейте в виду Что сегодня будут использованы Слова на букву F We're done And by the way It's been a fucking pleasure И это достаточно будет Достаточно резкое видео Вы узнаете Роберта Дауни-младшего Немножко с другой стороны Слушайте We're done And by the way It's been a fucking pleasure And by the way It's been a fucking pleasure Грит И, кстати Между прочим Было бы Так, говорит Было бы приятно Хотел сматериться It's been a fucking pleasure And by the way It's been a fucking pleasure By the way Если вы не знали By the way Это кстати And by the way It's been a fucking pleasure Дальше But just so my conscience is clear Ага Услышали ли вы, что он сказал? But just so my conscience is clear But just so my conscience is clear Слушайте But just so my conscience is clear Давайте я вам покажу текст Чтобы вам было удобнее Смотрите А давайте досмотрим But just so my conscience is clear Let me let you know Why you're not coming with us Ага Ну давайте То, что я вам хотел сказать Смотрите But just so my conscience is clear Conscience – это совесть Вот эта фраза But just so Но чтобы моя Просто чтобы моя совесть была чиста То есть И чтобы моя совесть была чиста But just so Эта фраза также используется В конструкции But just so you know Вот вместо My conscience is clear But just so you know Чтоб ты знал Да? Или здесь Чтобы моя совесть была чиста Conscience – это совесть Друзья, не путайте Потому что есть еще слово conscious Смотрите Conscious Вот это conscious Conscious – это сознательный Смотрите Conscience – conscious Пробуйте Conscience – conscious Так вот Conscience – это совесть А conscious – это сознание Сознательный Так вот она говорит Чтобы моя совесть была чиста But just so my conscience is clear Let me let you know Why you are not coming with us Ага Let me let you know Why you are not coming with us Слушайте Let me let you know Why you are not coming with us То есть Дай мне Дать тебе знать Почему ты с нами не едешь Просто Если вы смотрели этот фильм Просто Не думайте Что Роберт Дауни-младший Такой прям зверь Такой деспот Демоны Такой жесткий Просто если вы посмотрите этот фильм После этого просмотра Вы поймёте Почему он так отреагировал Ну Вынести этого человека Такого как Зак Галифианакис Которого актёра Героя он играет Ну это нужно просто Такое колоссальнейшее терпение иметь Слушайте Let me let you know Why you are not coming with us Let me let you know Why you are not coming with us Смотрите Let me То есть Позволь мне Дать тебе знать Такая очень неинтересная игра слов Необычная конструкция Let me let you know Дай мне Позволь мне дать тебе знать Why you are not coming with us То есть От чего Почему Ты не едешь с нами Почему я еду Один С моим другом So let me let you know Why you are not coming with us Окей Слушайте Let me let you know Why you are not coming with us Окей It's not because You got me kicked off Давайте вот Давайте послушаем Здесь будет сейчас Очень длинная речь Окей It's not because You got me kicked off a plane And shot by an air marshal Так Первое То есть Он сейчас будет перечислять причины Почему он не поедет с ними It's not because You got me kicked off a plane It's not because You got me kicked off the plane It's not because You got me kicked off a plane Off a plane Он говорит Это не потому что Меня вышибли с самолета You got me kicked off the plane Давайте дослушаем Я покажу вам целиком эту фразу And shot by an air marshal And shot by an air marshal Слушайте целиком It's not because You got me kicked off a plane And shot by an air marshal Давайте текст Смотрите Он говорит Это не потому что It's not because You got me kicked off То есть как бы Видите Те дословно Ты имел меня Кикт off Кик off это вышибать То есть типа Выгонять Kick off a plane То есть Меня выгнали из самолета And shot by an air marshal Да То есть И в меня выстрел Воздушный маршал Еще разок It's not because You got me kicked off The airplane It's not because You got me kicked off a plane And shot by an air marshal Слушайте It's not because You got me kicked off a plane And shot by an air marshal Теперь давайте продолжим Какая вторая причина It's not because You stood idly by As I had my ass Handed to me By a handicapped hillbilly Так Причина номер два Слушаем еще разок It's not because You stood idly by As I had my ass Handed to me By a handicapped hillbilly Думаю, что в конце Вы слышите By a handicapped hillbilly Давайте я вам покажу текст Будем потихонечку Смотрите It's not because You stood Смотрите It's not because You stood idly by As I had my ass Handed to me It's not because You stood idly by Смотрите It's not because You stood idly by As I had my ass Handed to me И потом By a handicapped hillbilly Текст вы увидели? Слушаем It's not because You stood idly by As I had my ass Так Послушали? Давайте теперь разберем Потом еще разок послушаем Смотрите Просто бесполезно стоять Смотрите Как всегда, друзья мои Я обращаюсь к своему Любимому словарю Идиом The Fruit Dictionary Вы видите название Этого сайта Пользуйтесь на здоровье Смотрите Что такое Stand idly by To refrain from О! Если вы не смотрели, друзья Разбор диалога Из Наидревнейшего сериала Альф Ссылочку я оставлю наверху Обязательно Либо сейчас Либо после урока Посмотрите Refrain from Это отказываться делать что-то Смотрите То есть это отказываться что-то делать Или вмешиваться во что-то То есть в то время как Что-то плохое происходит Если вам интересно Idly Вообще Idly переводится как На русский язык Лениво Рассеянно То есть когда вы при этом Ничего не делаете Это будет Stand idly by Смотрите I feel so guilty For standing idly by While my son was going through Such a difficult time in his life То есть Я чувствую такую вину В то что я Как бы бездействовал Пока мой сын Пока мой сын Проходил через такое Тяжелое время в его жизни Stand idly by Видите в этом примере Который я выделил Это метафорично Это в переносном значении слова Но в нашем примере Это в буквальном значении слова It's not because you stood idly by Это не потому что ты просто Стоял и не помогал мне As Пока В то время как I had my ass handed to me It's not because you stood idly by As I had my ass handed to me Смотрите С задница Hand рука Hand to Помните друзья В совсем недавнем видео Про стражи галактики Если YouTube позволит Я еще одно это видео помещу Здесь вот у вас в описании Потом кликайте на эту буковку А Если вы через десктоп Через компьютер смотрите Через телефон Так вот Hand over Это передать То есть hand это передавать Тут получается Я имел Мою задницу Переданную мне Надрать задницу Когда вы надираете кому-то задницу Вы говорите I had his ass handed to him Ага То есть видите Получается он и сказал As I had my ass handed to me То есть Когда в то время как Мне надирали задницу Ага То есть если вы хотите сказать Я ему надрал задницу I had Точнее Да I had his ass handed to him Ага То есть преподнес ему его задницу Друзья Мотайте нус Возможно вам это пригодится Если даже нет Для общего развития Why not Так вот Handicap Это инвалид Hillbilly Эту фразу мы тоже разбирали Уже много раз Это кстати я из этого отрывочка брал Hillbilly Это деревенщина Видите Если я сейчас скопирую И покажу вам перевод Hillbilly Это An unsophisticated country person Unsophisticated Это как бы Не такой Несложный Незамысловатый Country person Деревенский человек Короче Деревенщина Колхозник Hillbilly Это колхозник Смотрите Он и говорит Вторая причина Возвращаемся It's not because you stood idly by As I had my ass handed to me By a handicapped hillbilly Он говорит Не потому что Ты просто безропотно И бездейственно стоял Пока мне надирал задницу Инвалид Деревенщина А? Читаю еще разок А потом слушайте, друзья Потом я у вас спрошу в конце Как будет Hillbilly Деревенщина Как будет Инвалид Как будет Бесполезно стоять Как будет Надрать задницу Одно предложение Четыре целые Новые фразы И слова Друзья Ну на каком канале вы еще, друзья Это Встретите и увидите, друзья Если Сам себя не похвалишь Никто тебя не похвалит Так вот, читаем Сегодня видите У меня отличное настроение It's not because you stood idly by As I had my ass handed to me By a handicapped hillbilly Слушаем It's not because you stood idly by As I had my ass handed to me By a handicapped hillbilly Так И причина номер три Так Еще разок Теперь давайте по частям разберем Покажу текст Потом еще разок послушаем Помните у нас было до этого фраза Got me Что там у нас было Got me Помните, это уже в первое Видите Got me kicked off Ага Air marshal Да, то есть Got me kicked off А в данном случае Because you almost got me killed Потому что ты почти убил меня Because you almost got me killed During the most important week of my life During the most important week of my life Так бы вам сказали на уроке английского языка А так на самом деле в оригинале звучит During the most important week of my life During the most important week of my life During the most important week of my life Ага, ага Помните эту технику shadowing Вместе с актерами произносим Конечно, у вас сразу не получится Практикуйтесь Сто раз Пятьсот раз Сколько нужно будет? During the most important week of my life Ага During the most important week of my life Ага, ага, ага Пробуйте Так Как и обещал Обращаемся к тексту I'm certainly not leaving you here Я определенно не оставляю тебя здесь Because you almost got me killed Потому что ты почти убил меня Или подверг убийству During the most important week of my life В течение моей Самой важной жизни В течение самой важной недели моей жизни Кстати, due date По-английски По-русски это перерыв впритык Но due date Это когда подходит срок Рождения ребенка, да? То есть когда Девушки, женщины Устанавливают какой-то срок Когда роды произойдут Это называется due date А также, друзья Немножко в другую вселенную Мы переключаемся Due to Это будет из-за Due to the rain Из-за дождя Также due Это как бы до какого-то момента Да, когда вы смотрите продукты Там срок годности На английском языке Там будет либо be Best before Либо due Да, то есть до какого-то момента Так вот Это мы с вами разобрали Фундаментал Услышали ли вы артикль «э»? Фундаментал Фундаментал Показываю текст Он говорит То есть он говорит Даже эти три причины Из-за которых Я имею право Просто убить тебя Даже ненавидеть Он говорит А нет, это даже Это не самое важное But I'm leaving you here Я покидаю тебя Оставляю тебя For far more fundamental reason По причине Которая более фундаментальная Не такая посредственная Которая, казалось бы Могла вытряхнуть Любого человека But I'm leaving you here For far more fundamental reason Наиболее По гораздо больше Фундаментальной причине Слушайте I'm leaving you here For a far more fundamental reason I despise who you are At a cellular level Занимательный эпизод Слушаем Показываю текст Смотрите Он говорит I despise Despise Это будет презирать Он говорит Я презираю тебя Кто ты На клеточном уровне Cell Это клетка Cellular Это клеточный Да, то есть По-английски Мобильный телефон Будет cell phone Или cellular phone Но cellular Это может быть клеточный Это также иногда Может переводиться Cellular Как Что-то Да, видите Denoting Or relating To a mobile phone system Ну, я думаю Что вы встречали Что cell phone Это мобильный телефон Если вы не знали Как это расшифровывается Это cellular Да, то есть Это мобильный Либо это клеточный Despise Это презирать Давайте я вам покажу Чтобы у вас Визуально запомнилось Видите Feel contempt Deep repugnance for Презирать В конце урока Я с вас прошу Роберт сказал Я презираю тебя На клеточном уровне I despise who you are Вот на сколько Надо было выбесить человека Чтобы человек Просто вот такую Confession Такое признание сделал I despise who you are At a cellular level I despise who you are At a cellular level Okay, I've heard that before And I'm trying to work on it, okay Так Давайте Что сказал Зак Okay, I've heard that before Okay, I've heard that before Ладно Раньше я об этом слышал Люди мне это как-то говорили Okay, I've heard that before And I'm trying to work on it, okay And I'm trying to work on it, okay That before And I'm trying to work on it, okay Он говорит Раньше я это слышал И я как бы пытаюсь работать над этим Слушай Okay, I've heard that before And I'm trying to work on it, okay And I'm trying to work on it, okay Слушаем еще разы Okay, I've heard that before And I'm trying to work on it, okay Надеюсь, что вы слышали Едем дальше Great Now hear this Beware I'm warning you Don't go to Hollywood Ага, слушаем еще разок. Don't go to Hollywood на самом деле звучит как Слушайте, слушай, это Давайте я вам покажу, как переводится слово Глядите, это значит остерегаться Видите, осторожно, а то упадете То есть остерегайтесь злой собаки Осторожно, злая собака То есть beware это of, остерегаться чего-то, глядите Be cautious, be alert of dangers То есть как бы быть в ожидании какой-то опасности То есть остерегаться чего-то Возвращаемся к тексту Beware, говорит, остерегайся Держись подальше, говорит I'm warning you, я тебя предупреждаю Don't go to Hollywood Слушаем Остерегайся I'm warning you, предупреждаю тебя Слушаем еще раз Слушаем дальше Так, была длинная фраза, давайте разберем ее Смотрите, он говорит Улицы не вымощены Pave это будет как бы вымачивать Вымастить Это еще одна классная фраза Это устойчивая фраза То есть когда улица вымощенная золотом Это значит То есть допустим Дети богатых родителей Для них То есть улица уже вымощена золотом То есть для них Путь к успеху, к богатству Он очень легок То есть когда Это значит, что Путь к успеху Он будет легок Давайте я вам покажу Как это переводится в интернете Видите The streets are paved with gold Как я вам говорил В конце урока я с вас прошу Помните ли вы эту фразу It's easy to become successful Or prospered in this place То есть очень легко Стать успешным И процветающим Prosperous Это будет процветающе В этом месте So streets are paved with gold То есть здесь В каком-то месте Значит легко добиться успеха Возвращаемся к тексту Он говорит Улицы говорит Золотом там не вымощены They are paved with the carcasses Carcass это труп Он говорит Они вымощены трупами А потом он говорит Of fucking Но этого здесь нету Но мы это запишем Ну как без этого Fucking То есть он говорит Что эти улицы вымощены Трупами Горит Гребаных имбецилов Гребаных дебилов Имбецилов Fucking imbeciles like you Таких же как и ты Who think They are gonna go there and make it Вот здесь этого тоже нет Gonna go there and make it То есть которые думают Что они придут туда And make it Make it Это как бы сделать дословно Но по-английски фигурально Это означает Добиться какого-то успеха Допустим Представьте какой-нибудь фильм И люди летят на самолете Который падает куда-то И они говорят We're gonna make it We're gonna make it То есть мы как бы У нас получит это сделать Мы выживем Или когда доктор сообщает Грустную новость О том что Пациент не выжил В течение операции Он говорит He did not make it То есть у него не получил Это сделать дословно А буквально Это значит Он не выжил Но в данном случае Make it Как бы добиться того Чего вы хотели бы Итак Разбираем Слушаем Думаю что вы услышали Друзья Конец близок Поехали дальше Это друзья Была линия Это была строчка Из Шекспира Смотрите А давайте Сначала озвучу Это строчка Из Шекспира Друзья Вот он потом говорит Давайте послушаем Помните мы Эту интересную вещичку Уже много раз Разбирали Heard of him H Не произносится В разговорном английском Читается как Heard of him Пробуйте Heard of him Heard of him Слушайте That was Shakespeare Heard of him Ага Heard of him Heard of him Звучит как Heard of him Вы можете так же Heard of him Именно поэтому Я обожаю свои карточки Друзья Скачивайте внизу В описании На моем сайте Ссылочки Озвучка Тот тембр Тот тембр Вы навсегда Проработав эту фразу Навсегда запомните То как это Роберт Даунин-младший С таким надрывом Говорит Итак Слушайте То есть Молись Избегай это Говорит Понимаешь Did you get that? Помните Did you understand that? Или Did you get that? Уяснил That was Shakespeare Это был Shakespeare Слышал про него? Heard of him Heard of him Слушайте И опять же Смотрите Любители грамматики По идее Он должен был сказать Did you hear of him? Он сказал Heard of him Heard of him Heard of him Друзья Освободитесь От такого грамматики Допустите Возможность Совершения Большого количества ошибок Слушаем Ну и потом Зак говорит Yes, I've heard of him He's a famous pirate Yes, I've heard of him Говорит Я, конечно, слышал про него Yes, I've heard of him He's a famous pirate Он известный пират By the way It's Shakespeare By the way Ну видите Как тупица просто Fucking imbecile Гребаный imbecile By the way It shakes beard By the way It's shakes beard Shakespeare 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 Beard Это как бы борода Игра слов в английском языке By the way It shakes beard Let me give you a little bit of friendly advice Услышали ли вы, что сказал Так? Let me give you a little bit of friendly advice Все Что было сказано? Я просто много раз это произносил Так же получится у вас Сейчас наверняка не получится, если попробуйте Но спустя практику, спустя время у вас получится У вас получится, друзья Итак, что за... Он говорит, позволь мне дать тебе дружеский совет, слушайте Дай-ка я тебе дам дружеский совет, что там за дружеский совет был Ага, еще раз У него кличка у этого Зака Глифенакиса Голливуд Он говорит, никто из тех, кто называет себя Голливуд То есть помните, у нас было make it Это добиться успеха, выжить или что-то наподобие Он говорит, никто из тех, кто называл себя Голливудами Никогда не достигали успеха в Голливуде Сонни, это кличка собаки, а до этого Зак сказал Еще разок Ну это было грубо, но его тоже можно понять, а может быть нельзя понять Так вот Смотрите текст Он говорит, дружище, солнышко Вообще, sore это болеть Когда у вас что-то болит I have a sore throat, больное горло, да? Sorely missed, это очень сильно скучать Вот глядите Sorely missed Насколько не нашел, друзья, но я помню, я этот диалог уже много раз разбирал Sorely missed, то есть ты будешь, я буду чрезвычайно Видите, you will be sorely missed Ты будешь чрезвычайно скучен кем-то So, Sonny, you will be sorely missed Your little bad-faced piece of shit Bad это летучая мышь Он говорит, piece of shit, кусок дерьма с лицом летучей мыши Да? Ну, грубовато, согласен Sonny, you'll be sorely missed Your little bad-faced piece of shit Слушайте You will be sorely missed You will be sorely missed, слушайте Sonny, you will be sorely missed, you little bad-faced piece of shit Bad-faced piece of shit Ну, они все френч-доги Френчи, они выглядят как летучая мышь I have never Well, I'll get you straight In all of my 23 years Слушайте, он сказал I have never I have never Говорит, я никогда I have never Well, get you straight А потом Роберт сказал Вот попробуйте услышать на это наложение Он сказал Well, get used to Привыкай, говорит, к этому, ты гребаный мицил Well, get used to Get used to привыкать к чему-то I have never Well, get you straight Well, get used to И потом Зак сказал Well, get used to In all of my 23 years And all of my 23 years Говорит, за все свои 23 года Я никогда такого не видел, не слышал I have never Well, get used to In all of my 23 years Посмотрите на его уровень лица Говорит, ну наконец-то это делось Это, друзья, часть диалога Продолжение этого диалога Этой же сцены Друзья У меня уже есть Этот эпизод Поддержите лайками Наберем больше 100 лайков Я продолжу снимать Я сниму продолжение этого диалога Там тоже есть очень много интересных фраз или слов А если вы хотите посмотреть Этот эпизод, который мы разобрали Проверить свое понимание на слух Переходите ко мне в Телеграм Там есть целиком этот эпизод Смотрите, слушайте, тренируйтесь, наслаждайтесь А сейчас, друзья Вот таким вот выдался сегодняшний урок, друзья Давайте в конце закрепим, как я и говорил Те карточки, которые у меня уже есть Вспомним И я проверю вас Я-то помню Я проверю вас Помните ли вы, как те или иные фразы или слова Будут переводиться обратно на А с русского на английский язык Итак, давайте, поехали вспоминать Итак, это кто? Это мой настоящий друг Он приехал, чтобы забрать меня прямиком из Далласа На что я хотел обратить ваше внимание Прямиком из Далласа Помните? Ну, забрать Пик-ми-ап, наверняка вы помните Прямиком из Далласа Слушайте Смотрите О, отлично Чур-я спереди Вот это вот чур-я спереди Помните, по-английски это будет дробовик Shotgun Shotgun Да, вот это еще одна фраза, которую я хотел, чтобы вы вспомнили На которую я не обращал сейчас внимания Между нами все кончено We are done Дальше Но чтобы моя совесть была чиста Позволь мне дать тебе понять Почему ты с нами не едешь Помните? Совесть будет по-английски conscience Вот говорит But just so my conscience is clear Let me let you know Why you're not coming with us Вот я хочу, чтобы вы добились этого же Если вы будете способны, проработав все эти карточки Перевести вот так уже, как я сделал С русского на английский Значит, фраза закрепилась Значит, вы можете использовать свои речи Слушаем И с помощью этих карточек я прошу вас, чтобы вы произносили вслух Потому что артикуляция поможет вам развить вашу беглость И запоминание наизусть этих конструкций Conscience – это совесть Дальше Это не потому, что из-за тебя меня выперли из самолета И в меня выстрелил воздушный маршал Air marshal Выпереть, помните? Kick out Kick me kick out of the airplane Но помните? Вот это вот Из-за тебя меня выперли You got me kicked off Or kick off the airplane Okay? It's not because you got me kicked off a plane And shot by an air marshal Kick off a plane Вышипеть Выпереть из самолета Дальше Это не потому, что ты рассеянно стоял, пока мою задницу надирал Калека-деревенщина Помните вот эту вот фразу, где целых четыре слова Так, деревенщина будет Hillbilly Калека-инвалид Handicapped Надирать кому-то задницу Это Get somebody ass handed to somebody И стоять рассеянно Stand idly By Так вот целиком фраза звучала так It's not because you stood idly by As I got my ass handed to me By a handicapped hillbilly Давайте проверим мои знания Помню, помню, помню Друзья В этом же формате На телефонах своих На смартфонах На планшетах На компьютерах Вы можете использовать И тренировать эти карточки Дальше Да Немножко карточки я пропустил Я презираю твою личность На клеточном уровне Помните Презирать по-английски будет Despise Клеточный уровень Cellular level Говорит я I despise you at a cellular level Cellular level I despise who you are at a cellular level Дальше А теперь вот что Слушай, остерегайся Помните, остерегаться Чего-то будет Beware I'm warning you Don't go to Hollywood Beware Остерегаться Вот эта фразочка Остерегаться Дальше О Сложная, но не менее Интересная фраза Улицы не вымощены Там золотом Они вымощены Трупами долбанных Имбецилов Таких же, как ты Которые думают Что приедут туда И добьются успеха Добиваться успеха Помните Долбанных имбецилов Улицы не вымощены Там золотом Трубы будет Carcasses Целиком фраза звучит как The streets are not Paved with the gold They are paved With the fucking Имбецилов With the carcasses Of fucking Имбецилов Like you Who think They're gonna go there And make it Наизусть помню фразу Слушай The streets are not Paved with gold They are paved With the carcasses Of fucking Имбецилов Like you Who think They're gonna go there And make it Вот на таком же уровне Я хочу, чтобы вы проработали Эту фразу Дальше Да Ну и вот это вот сразу Санни по тебе будут Горько скучать Ты маленький кусок дерьма С мордой летучей мыши Грубо Ну интересно So Санни You'll be sorely missed Помните Sore это болеть Как бы You'll be sorely missed You a little bad faced piece of shit Санни You will be sorely missed You little bad faced piece of shit Ну что друзья Повторили мы фразочки Надеюсь, что вы получили Сегодняшнее Надеюсь, что вы получили Сегодня такое же удовольствие Как и я Надеюсь, что этот урок Был полезным для вас Что вы изучили Очень много фраз Реконструкций Хотите потренировать фразочки Можете пересмотреть Видосик Можете скачать Мои карточки Внизу в описании На моем сайте Друзья Спасибо вам большое За просмотр Буду крайне признателен И за ваши лайки И комментарии И донаты Все это позволит мне В продвижении Моего проекта Учить английский С удовольствием Делать это С гигантским удовольствием Как и я Учите английский Вместе со мной Вместе с моим каналом English with Peter И как всегда, друзья Мы увидимся уже В следующем видео See you guys See you later